всем опять добрый день продолжаем рассматривать программу валтек единственный момент прежде чем мы перейдем к следующему этапу то есть в программе овентроп сзц то есть когда мы морозную то у нас здесь коэффициент оказывается 0.45 а мы взяли 0.32 поэтому я здесь заменил поменял на 0.44 близко то же самое сделал перекрытие над подвалом и перекрытие над чердаком ну и результат здесь у нас коэффициент 0.262 для стены ну здесь 0.263 совпали перекрытие чердачное у нас 0.26 здесь тоже перекрытие над чердаком 0.26 для того чтобы была достоверность так ну и дальше здесь 0.251 перекрытие над подвалом ну здесь 0.254 ну практически совпадает вот один момент то есть я поменял утеплитель чтобы результаты совпадали так ну единственно то есть мы вот сами видели то есть пришлось немножко пошаманить особенно перекрытие над подвала то есть ввиду того что автор не учел примечания так следующее нам нужно вводить помещение то есть учитывать больную фильтрацию высота здания до карниза для того чтобы рассчитывать эту фильтрацию у нас высота 8 метров плюс плюс 1 и 1 метр получается 9 и 1 так скорость ветра оставляем без изменения так теперь начинаем формировать помещение мы идем с первого этажа начинаем с этого помещения по часовой стрелке так нажимаем добавить так у нас будет первый этаж цокольного этажа не будет жилая одноквартирная так ну и добавляем помещение чтобы у нас совпадало 101 то есть температура какая то до желая помещение пусть а у нас кухни и она у нас угловой вот кухня угловая так площадь там 5 на 5 значит 25 квадратных метров так ну и в три раза увеличилась так ну-ка если у нас то есть у нас получилось 96 делим на 25 должны получить 54 но мы получили 66 как так вот у нас формула 3 метра кубических на площадь формула у нас сокращается становится разность температур единица это при трех на площадь пола то есть площадь у нас 25 значит должны получить разные 21 минус 33 получается 54 получили 67 ну тут что то автор что то напутал так и еще особое внимание обратите что нужно изначально набирать именно то что вот здесь если вы начнете набирать стены и забыли что здесь набрать она скидывает так ну и стены добавляем то есть у нас стена наружная дальше смотрит на запад вот запад смотрит на запад так длина стены 5 метров так высота 3 метра высота 3 метра высота 3 метра проемы у нас там окно есть так и окно мы брали 064 нам нужно найти 064 ну вот обычный стекло однокамерный пойдет обычный стекло и двухокамерный стеклопакет стекло обычного так ставим сейчас с окном обычным чтобы у нас подали значения 1.56 так ставим сейчас это не пойдет тоже не пойдет ну вот как вариант стекло пакет однокамерный там однокамерный стекло пакет так обычно полет так ну давайте тогда на том остановимся, главное значение похоже так ширина была у нас 2 метра, длина, высота полтора метра так количество штук у нас одно, высота вверх от уровня земли так полтора метра, 10 метр, два с половиной, то есть 3,6 все значения пусть принимаем так принимаем, дальше опять добавляем стена наружная, смотрит на север, площадь 25 площадь посчитается, длина стены 5 метров, то есть высоту здесь уже поставили здесь у нас уже выбралось, мы принимаем так полы, так внутренние стены мы не будем делать, потому что соседнее помещение там незначительно, так ну и добавляем полы, перекрытым подвалом 25 квадратных метров принимаем так вот мы первое помещение просчитали, ну и если поставим здесь у нас получается 221 а тут у нас на 500 больше, что странно, а почему странно, потому что есть еще нужно вычесть бытовые теплопоступления, они как раз и станут ту разность, которая получилась так опять помещение 102, так дальше это у нас на 17 градусов, угловое, не жилое и не кухня, 25 квадратов так ну и добавляем опять так стена наружная у нас, смотрит на север, там дальше длина стены у нас 5 метров так единственное здесь нужно добавить дверь, так ну и по нормам, так ширина была 2 метра на 2 метра, ширина метров, высота 2 метра, так ну и 3.1 до верха так так и это это так... и принимаем опять добавляем стену наружную смотрит кстати на восток длина стены 5 метров так и опять там у нас окно ищем то что было мы здесь меняем опять 2 на полтора количество штук 1 принимаем так мы опять добавляем полы 25 квадратов принимаем так здесь у нас получилось 2,17 а у нас получилось ну практически совпали так ну я дальше уже не буду смотреть туда и пройдусь по всем помещениям так это у нас 203 так это опять у нас угловая это опять у нас жилая это опять у нас 25 квадратов которая неправильно считается здесь и нету бытовых теплопоступлений смотрит на восток стена наружная длина стены 5 метров добавляем добавляем проем так и принимаем то что мы получили опять добавляем стену наружную окно смотрит только уже на елку длина я опять 5 метров принимаем окно там находится так ну и опять добавляем полы что удобно 5 приняли мы добавляем последнее помещение это 104 опять это жилая комната опять она угловая опять 25 добавляем стену наружную смотрит на восток смотрит сначала на юг длина стены 5 метров добавляем окно принимаем так стенка опять наружная смотрит на восток длина ее 5 метров 5 метров добавляем окно опять принимаем так ну и добавляем пол так принимаем так у нас количество помещений 4 так стоп вот здесь у нас примерно и на второй этаж пошел там все помещения расписаны так ну и опять добавляем этаж это у нас второй убавляем помещение убавляем помещение это у нас 201 так если кто забыл еще раз покажу второй этаж то есть у нас здесь все жилые комнаты кроме опять пола ну зато сейчас везде окна проще угловое угловое жилое до жилое до 25 так дальше опять на народную сначала смотреть на запад длина ее 5 метров так так на втором этаже это 3,2 у нас 6,2 3,2 получилось то есть высота у нас стены 3,2 так опять у нас окно включим это окно так ширина у нас 2 метра осталось высота у нас осталось полтора метра так количество штук у нас осталось одно так ну и высота от уровня земли то есть у нас метр полтора два с половиной плюс 3 метра получается 5,5 так ну и плюс 1,1 получается 6,6 6,6 то есть принимаем 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 так опять добавляем стен наружно смотрящую на север так длина 5 метров здесь вот хорошо не надо изменять по этажу что мы приняли если у вас конструкция совпадает так теперь у нас будет не полы а у нас будут потолки так не будет перекрытие чердачек проемов в потолках нету и это принимаем так опять добавляем помещение здесь второе так у нас там 18 градусов жилой пухни нет угловое 25 опять добавляем стены смотрит на север на 5 метров плюс добавить так следующее опять стенка наружная смотрит на восток длина ее 5 метров так ну и будем окошко принимаем так еще раз посмотрю так здесь правильно кнопки находятся рядом и закрываются так ну и опять добавляем потолок перекрытие чердачное конструкции никаких нету и опять у нас быстро закрывается так добавляем помещение у нас 203 помещение до угловое 25 квадратов и опять у нас неправильно определяется так стена наружная смотрит на восток длина ее 5 метров так ну и опять окошко у нас в ней принимаем стена наружная смотрит на юг так длина 5 метров опять там окошко принимаем так раньше времени закрылось выдавляем потолок и последнее помещение 204 тоже жилая комната у нас 25 квадратов считается неверно значение добавляем юг длина 5 метров добавляем окно и крылья принимаем так опять стена наружная смотрит на запад длина 5 метров и опять окошко и опять добавим потолки перекрытие над челдаком и нет никаких конструкций так ну и вот у нас получились значения так по двум этажу так вот мы закончили расчет всем спасибо за внимание ну а в следующем видео проанализируем значения насколько они отличаются друг от друга так ну до следующего видео